Доброе утро всем ребятам, девчонкам. У нас вроде так распогаживается немножечко. Решили мы баньку ребятам затопить, но они позвонили, что-то не могут, у них не получается. Ну, значит, мы пойдем. Слышок у нас немножко, вот что-то идет, сыпется немножко. Речка уже начинает схватывать. Плюс-плюс, минус 5 у нас сегодня. Ну, если так будет, через недельку уже можно, наверное, выйти на лед. А может и нет. Там обещают опять 0, плюс 1. Ну, снежку насыпало, хорошо, светло. Вот оно как, уже затягивает понемножечку. Вот, где течение идет, там еще рано. Вот у нас уже, боковой берега уже, ледик небольшой. С первого раза не пошла баня. Дрова вроде сухие, но они как бы так холодные. Пришлось второй раз. Ну, дрова-то ладно, бумага холодная сама по себе. Она что, в сарае лежит. Ну, вот вроде дымок попел. Так что, будем сейчас постригаться, как раз к баньке. Где-то наши кошечки, пойдем посмотрим. Холдновасненько, ну, пускай привыкают. Минус 5, в принципе, они гуляли всегда. Ой, Лизка замерзла, наверное. Замерзла. Пойдем, сейчас мы ее запустим. Лизка уже подгуляла свою. Что? Замерзла? Замерзла. Ну, пойдем, Лиза, пойдем. Всем привет, дорогие друзья. Всем доброе утро. Доброе еще. Лешек, тебя не видно? Тебя не видно? Вот сейчас видно. Почему? Не влезаешь в кадр. Растолстел. Так, сегодня что у нас? У нас погодка сегодня. Ну, не скажу, что прям. Ну, вот. Смотрите. Снег. Я, правда, еще не выходила. Ну, солнышко там. Там где-то, вон над крышей. Вон оно. Низко-низко. Просвечивает между тучек. И снежок сыпал с утра. Ночью сыпал. Ну, такой вот мелкий-мелкий. Жидкий-жидкий. Ну, вот что насыпало. Что насыпало, то насыпало. То и имеем. О, солнышко. Солнышко. Ой, класс. Хорошо. Хоть в доме светло. Да, Алешек? Да. Ой, кто у меня здесь качается. И лонка. И лонка. Это она на выпускном. В девятом классе. Ладно. Так. А что у нас? У меня сегодня грандиозные планы. Хоть я вот раскачалась уже к десяти часам. Уже десять. Ну, ну да и ладно. А что нам? Куда нам торопиться? Да? Не, у нас баня топится. В баню же надо сегодня. Обещали ребята приехать. Мы их пригласили в баню. Обещали приехать. Ну, не получается у них. Ну, ладно. А баню Лешек уже приготовил. Поэтому мы сегодня идем в баню. Мы хотели завтра пойти. Ну, пойдем сегодня. Какая разница? Да? Плюс-минус один день. Тудым-судым. Пойдем сегодня. Вот. Банька уже топится. Да, Лешек? Да. Банька топится. Вот. И мне надо до бани. Ну, эта банька, наверное, будет где-то около часу. Может, даже позже. Потому что мороз на улице. Надо времени теперь уже больше, чтобы баня прогрелась. Вот. Что у меня? Что у меня в планах? Там у меня вон лежат уже специи, сухофрукты. Надо развесить. Наташа и нам, наш Толлины. Так. Это раз. Во-вторых, надо испечь Лешеку что-то. Что-то сладенького надо. Чаю с молочком надо ему что-то обязательно. Вот. Значит, будем печь. А будем печь опять венский пирог или венское печенье. Потому что очень понравилось. Мы не наелись. Не наелись. Ну, потому что, ну, что там. Он, в общем-то, не такой большой получается. Угостили ребят. Сами поели там. Ну, и все. Он так быстро закончился. Поэтому сегодня опять венский пирог. Но уже с другим вареньем. Вот. Сейчас побыстречку. Заколочу там. И в духовочку. И к макарончикам сделаю фрикассе. Там разморозила грудку куриную. Сделаем фрикассе из куриной грудки. Это очень вкусно. Покажу, как это делается. Тоже очень просто. Но очень вкусно получается. Так. Ладно. Вперед. Как говорят, хорош болтать. Вперед. Работать. Все, ребята. Я побыстречку. Уже у меня пирог в духовке. Вон он там стоит. Если не на камеру, то делается очень быстро. Ну, буквально 15 минут у меня ушло на все, чтобы приготовить ингредиенты и замесить тесто. И все. И поставить уже пирог в духовку. Очень быстро. Все просто очень быстро вообще. Так что, если кто не видел видео с приготовлением пирога, это было вчера. Посмотрите. Поставлю ссылочку и заставочку поставлю, если не забуду, как готовить пирог. Ну, и напишу рецептик. Потому что по опыту знаю, что постоянно меня, вот где я показываю, вот так вот, что недавно вот пекла и повтор. Всегда спрашивают рецептик, а где рецептик, напишу под видео. Так что рецептик будет под видео. Там есть такое слово еще. Вот нажимаете на него и в описании. И вам открывается весь рецепт. Так, что дальше? Ну, фрикассе пока рано. Сейчас хочу отвесить, перевесить фрукты. Сухофрукты и специи. Специи надо. На специи надо. Коробочки. У меня нет таких коробочек. Но я себе отсыплю, отвешу и отсыплю все прям в один пакетик. Ну, а там надо 35 граммов. Вот. Ну, ладно. В общем, сейчас сделаем. Ну, что. Вот такой вот пирог. Вот видите, как печет духовка у меня. Здесь вот хорошо подпекает. А в этом углу. А здесь что-то так не очень. Ну, ладно. Все. Так уже и будет. Нормальненько. Такой вот пирожок. Говорят, он называется где-то кудрявый. Где-то еще как-то... Где-то тертый. Еще какое-то название мне писали. Вот. А у нас это венский. Развесила, ребята, Наташи отвесила. Вот. Себе придется еще подкупить. Мне надо будет мало еще. В понедельник надо будет подкупить. Потому что мне надо на три шталина. Немножко не хватило. Ладно. Это все мелочи. Ну, замочим в понедельник. Не сейчас замочим в понедельник. Так, еще Наташа надо рому налить. Чтобы было в чем замочить. Ром у меня домашний. Ароматный. Классный. Вот. Так что будет что ли на ароматный такой. Пирог испекла. Фрукты развесила. Фрукты, специи развесила. Записала себе тоже вот на писульку. Потому что в голове не удержу. Сколько еще чего надо подкупить. Специи то хватит. Специи хватит. А вот фрукты надо еще подкупить. Изюм, клюкву сушеную и кумкват. Кумкват или какую-нибудь другую сухофрукту. Ну, такую вкусненькую. Вот. Кто там у нас? Что ты, Алешенька? Ты ходил курить? Да. Да? Что там на улице? Я смотрю, солнышко спряталось, да? Два-два-два-два. Ну, на солнышко. Солнышко же светило на градусник, да? Было два. А сейчас опять минус пять. Ну, ладно. Опять. Опять. Опять минус пять. Что ты репу чешешь? Ой, подожди, подожди. А ну-ка, ну-ка. К тебе тут какая-то невеста прилипла. Помните, ребята? А ну, намотай на пальчик. Ну, ладно. А, Б, В. Знаешь как? Б, В, Г, Д, Е, Ж. Ё. А кто это? Ё. Только бабка Ёшка. Ё-моё. Бабка Ёшка. Так, еще часочек, наверное. И что? А, банька? Да, мы же пойдем. Да. Ну, часочек, да. Ну, ладно. А, мне тогда надо ставить готовить фрикассе. Да? А что это? Ну, я готовила, ты просто не помнишь, ты не знаешь, что это именно оно фрикассе. Вкусно? Очень вкусно. Почтишь? Сейчас хватит. Хватит, конечно. Оно готовится там за 15 минут. А. Да. А куда ты опять? Лиску забыл. А, вон она. А, лиску забыл? Вон лазит. Где она лазит? А, вон. Вон она лазит. Вон где она лазит. Морда вся в снегу. А ну-ка, давай домой. Блоха. Так, у меня здесь вялится сельдеричек. Сейчас я его порежу и поставлю в этом. Я его помыла же. И думаю, подсохнет и провялится, чтобы быстрее высох в сушилке. Сейчас порежу и в сушилку. Вот, а потом уже будет фрикассе. Давай. Да, пустил? Пустил. Ну, ладно. Вот, ребята, все. Уже и сельдеричек порезан. Такой вот подвяленный у меня, видите. Сейчас быстренько в сушилке. Раз-раз. И высохнет. А потом мы его блендером в измельчителе фрик. И все. И будет такая приправка. Очень вкусная. Сельдеричек. Уборщик, супчик. Да куда угодно. Ой, у меня же там постирались покрывала. Надо пойти повесить. Лешик. А ты не повесишь покрывалки? Да? Ну, я сейчас их приготовлю, поставлю в миску. Достану, а ты пойдешь курить и повесишь. Ладно? Давай, давай. Хорошо. Как замминистра. Мой Лешик. Все. А я буду тут заниматься. Че никак, ребята, не соберусь заказать вот это вот такое сюда покрывало. Знаете, такое вот сжатое хочу заказать. Вот. И все никак не соберусь. Надо. Надо. Получу пенсию. Надо будет с пенсии заказать. К Новому году. Кстати, ребята, уже Новый год близко-близко. Уже такое, даже вы знаете, настроение. Чуть-чуть вот так вот. Такое предновогоднее. Уже начинаются разговоры. А что? А как? А где? Вот. А что приготовить? А куда поехать? Ну, мы, конечно, никуда не поедем. Будем дома. Как всегда. Вот. Встречать будем мы вдвоем. Потому что, думаю, что все будут встречать в семье. Вот. А там будет видно. Если кто-то заедет к нам, мы будем только рады. Вот так. И что хотела сказать? Да, уже и не помню. Уже вылетело из головы. Ну, и ладно. Хотела сказать, что скоро Новый год. Вот. И пора готовиться. Начинать готовиться. Елку будете ставить? Мы, наверное, будем. Да, Лешик? Будем елку ставить? А? Не знаю. Ну, не знаю, так не знаю. Вот надо купить искусственную елку один раз. И тогда уже не будут проблемы. Поставил? Достал? Поставил? Конечно, хорошо, когда натуральная пахнет сосной. А есть вон освежитель. Эти есть масло эфирное, сосна. Сосна, пихта, что хотите. И будут пахнуть Новым годом. Ладно, посмотрим. Все, ставлю и включаю сушилку. Я уже там приготовила вон. Сейчас поставим. Пошло. Ну, какой же ароматный, ребята. Не, это надо выносить, потому что это жужжание. Мне тут не надо. Сейчас туда вынесу. В прихожую. Какой он ароматный. Ой, это прелесть какая-то. Вот сельдерей надо понять. Надо понять, как вот, знаете, многие не понимают. Вот что я лично не понимала. Не понимала оливки, маслины. Не понимала сначала. Для меня это было фу. Фу. Авокадо не понимала. Авокадо не понимала. Что еще? Вот сельдерей тоже не понимала. Кинзу. Поначалу тоже как-то не зашла она мне. А сейчас я без этих вещей как-то себя даже не представляю. Очень люблю и маслины, маслины оливки, и авокадо, и сельдерей. Все. А сельдерей, кстати, у нас домашний, выращенный на участке. Поэтому он и такой ароматный. Вот сейчас уже пошел аромат. Раздувает. Там же дует ветерок. Это у нас ветерок. Вот такая сушилка у меня. Ничего, нормальная, ребята, мне нравится. Мне нравится. Я уже на ней столько всего пересушила. И яблоки, и грибы сушила. И приправу тоже сушила. Да чего я только не сушила. И дыню сушила. Сейчас уже даже и не вспомню, что еще сушила. Вот. Очень классная. По-моему, четыре тысячи я заказывала на Валберсе. Вот. Вот так. Так, ребята. Сейчас разрежем наш пирог. Ла-ла-ла-ла. Он уже подостыл. Маленький, такими, наверное, поменьше. Краешки подсохли. Ну, они отойдут. Вообще, он такой очень нежный. Знаете, такой рыхленький. Лопаточку. Вот такой вот пирожок. Ребята, это обалдеть, как вкусно. Это очень вкусно. Кто не готовил, давайте, порадуйте своих. Ты тут как тут уже? Лелёш. Еще одна пришла. Что? Я ничего не ем, ничего. Нет, вам ничего не будет. Даже не думайте. Вот такой красивый с другой стороны. Румяненький такой. Немножко не так я сложила печеньки. Ну, и ладно. Как сложила, так сложила. Очень мне нравится. Вот еще, вот в этот раз я сделала с этим, с кабачковым вареньем. Кабачки с лимоном. Варенье обалденное тоже. И вот с ним тоже очень вкусно. Вот, смотрите, сколько получилось. Ну, это у меня рецептик. Вот я нашла, это самый большой рецепт, какой я нашла на самую большую порцию. На 250 граммов масла. Потому что там есть и на 200, и на 150 граммов масла. А вот это вот такой вот большевастенький. Вот, красота. Рецептик будет под видео. Пеките, не пожалеете. Класс.